Майдан Верхних этажей здания гостиницы Украины и Октябрьского дворца. Исторического здания, которое в последнее время служило для различных спортивных и массовых мероприятий. Сегодня на главной площади страны непрекращающийся поток людей, которые приходят, чтобы запечатлеть в своей памяти подвиг небесной сотни, принести цветы и свечи. Киевляне даже вывесили тут самодельный указатель с новым народным названием улицы. В воздухе летает вопрос, на который российская пропаганда дала свой ответ. Нет. Впрочем, версию Москвы в Киеве не верят. Говорят, что это тот случай, когда на варе шапка горит. На вопрос, кто стрелял в майдановцев в конце февраля, здесь отвечают одинаково. Сложно однозначно сказать, потому что мнение меняется буквально каждый день. Еще недавно мы верили в то, что это были снайперы и люди, которые пытались зачистить Майдан. Ну, в принципе, вернуть ситуацию, которая была до этого в стране. На сегодняшний день, к сожалению, закрадывается мысль о том, что здесь помогали и работали русские солдаты и люди с Россией. Все с подачей России. Если бы не Россия, этого бы не было. Янукович поддержка только россиян. Это мое личное мнение. У каждого это мнение индивидуально. Не было бы этого. Смотрите, что сейчас делается с Крым. Ну, благодаря мирному населению украинский народ застоял свое. Вы посмотрите, что делает. После этого люди приходят сюда, просто так смотреть нельзя. Все со слезами, все на нервах. Просто пережить очень-очень тяжело. Каждый раз хотела на Майдан поддержать. Извините. Ни оппозиции, ни те люди, которые делали революцию. Конечно, власти. Крымцы, спецслужбы, спецслужбы, которые были наняты и присланы с Россией. Это вся информация, которую мы знаем из телебачения. И так все мы в свои не будут стрелять. Мы не украинцы же. Кто любит свой народ, кто стрелять не будет в него. А все. Я думаю, тут без руки Москвы не обошлось. Информация такая. Внимательно к улице Грушевского. Приготовились работать. Если будет движение с оружием, доклад и работа. Вверху готовятся вперед. Будем прикрывать. Как принято. В интернете появилась запись разговоров снайперов. Судя по ним, они координировали свои действия с отрядами Беркута. А значит, действовали в интересах Януковича. Сейчас полным ходом идет расследование, которое должно установить точно. Кто отдавал приказ снайперам вести огонь на поражение. По информации активистов Майдана, один из снайперов был взят в плен. И сейчас выясняются подробности событий 18-20 февраля. Устанавливаются личности виновных в убийствах. Также узнают гражданами, какой страны были стрелявшие военные. На Майдане уверены, что они были иностранцами. Напомним, в списке погибших 114 человек, включая милиционеров. Еще 380 человек пропали без вести. Майдан уже не говорит, кричит пропаганде, что нужно остановиться, потому что в Украине нет места фашизму. Продолжение следует...